Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Моя бывшая подружка». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Холодная война. Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и не схожие темпераменты. Кажется, что они совершенно несовместимы, и все же им никуда друг от друга не деться. Иллюзия любви. Южная провинция Франции переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеи неприличной и даже безумной. Али и Нино. История о любви двух бакинцев. Азербайджанца-мусульманина Али Хана Ширваншира и грузинки-христианки Нина Кипьяни. Действие разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны. Контимум. Однажды после просмотра старой пленки со дня рождения, уже взрослый именинник заметил себя настоящего в отражении на видео. Съедаемые любопытством, друзья нашли чертежи таинственного устройства, похожего на машину времени. Они решили доделать ее и испробовать, чтобы вернуться в прошлое и исправить некоторые ошибки. Но что будет, если группа отвязанных тинейджеров случайно завладеет машиной времени? Однозначно будет весело, пока кто-то не нарушит правила и веселая шутка не обернется кошмаром. Надо торопиться восстановить континуум, пока наш мир окончательно не разрушен. Первый раз 2012 года. Девушка встречает парня. Беспроигрышная формула романтического фильма. В этой картине влюбленная подростки носит библейские имена. Ее зовут Сара, его Захария, что ненавязчиво подчеркивает вневременное значение первых наивных чувств. Ей 18, она лучшая ученица в классе. Он всего на пару лет старше, но уже не прочь поиграть в присыщенного жизнью лишнего человека. Этакого французского Печорина. Впрочем, разве это преграда для любви? Это дурацкая любовь. У Кола Уивера, пуританских взглядов семьи Нина, в возрасте чуть-чуть за 40, не жизнь и мечта. Хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Ко узнает, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его идеальная жизнь быстро рушится. Хуже того, говоря современным языком, Коу, который уже пару десятилетий не ходил на свидания, является собой настоящего лоха. И вот, проводя все свое свободное время в баре, в дурном расположении духа, несчастный Коу становится протеже обаятельного Джейкоба Палмара. Пытаясь помочь Коу забыть жену и начать собственную жизнь, Джейкоб открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним, кокетливые женщины, крепкие напитки и чувство стиля, которые нельзя найти в дешевой парикмахерской или магазине распродаж. Письма Джульетте 2010 года. Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты, навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает письмо, затерявшееся с начала 60-х, в котором некая Клэр Смив пишет о своей безумной любви. Расстроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София. Тайлер – беспечный студент, который никак не может найти общий язык с окружающим миром. Он подавлен смертью старшего брата. Отцу, как прочему матери с отчимом, нет до него никакого дела. К счастью, у него есть друг Эйден. Однажды парни случайно ввязываются в уличную драку. Три метра над уровнем неба 2010 года История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби – богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче – мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но и встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь. Добейся успеха. Борись до конца. 2009 года Миловидная черлидерша Лина Круз переезжает с родителями из восточного Лос-Анджелеса в пляжный и солнечный Малибу. В новой школе у Лины появляется сопианица Эвери, которая в данной школе уже звезда и капитан черлидерш. Лина влюбляется в брата Эвери – Эвана. В новом учебном году обеим девушкам предстоит участвовать в школьном конкурсе. Сможет ли Лина одержать победу над Эвери и не потерять тем самым любовь Эвана? Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!